На базе Дю США Тверь в Чуприяновке состоялся 21-й лыжный марафон на приз почетного мастера спорта, чемпиона СССР в гонке на 70 километров Николая Липашова. Статусные соревнования самых стойких и выносливых впервые были проведены в 1994 году по инициативе местность Дю Шор по лыжным гонкам. До этого лыжные гонки проводились в Тверской области, но самая длинная дистанция, которой участники пробегали, это было 30 километров. Но к тому времени, к 1994 году уже 30 километров был не марафон, а просто лыжная гонка, даже женщины участвовали. Поэтому вот эта вот инициатива этой школы и инициатива группы, которая, собственно говоря, предложила проводить лыжный марафон, достойно его, на дистанции 50 километров. И вот с 1994 года Николай Николаевич, он как бы дал добро на то, чтобы его имя здесь было, и значит он постоянно с 1994 года присутствует на этих соревнованиях. Николай Николаевич Липашов – легенда спорта. На лыжи он стал после службы в армии. Однако тренеры рассмотрели в трудолюбивом и упорном парне талант. Они что-то в нем увидели и, собственно, довели его до такой степени тренированности и подготовки, что он мог на протяжении целого ряда лет участвовать в этих марафонских дистанциях. Он был пять раз, он бежал в лыжный марафон 70 километров. Это немногим дано. И в то же время, значит, он не раз, чем в призовых местах, в этом марафоне не был. Ну, это, в принципе, его заслуга, его трудолюбие. Значит, он вырос, допустим, в Калининском районе, в частном доме, значит, семья у них была, работала в основном-то, и мать, и отец. Поэтому он от них, видимо, все взял лучшее. Трудолюбие в первую очередь, выносливость, ну и свое физическое здоровье. Потому что пробежать 70 километров, это еще победить в то время известных наших советских лыжников, а союз был гораздо больше представительством, чем сейчас Россия. Ну, это была заслуженная победа. Тем более, что он не только в марафонах участвовал, он был участником спартакиады народов СССР, в котором занял пятое место, почетное место. В то время считалось, выиграть спартакиаду народов – это выше, чем выиграть чемпионат мира. Николай Николаевич родился в Твери в 1935 году. Первым тренером Липашова был тезка Николай Масленников. А все высшие спортивные достижения марафонца связаны с именем тверского наставника Михаила Сидорова. Николай Николаевич с удовольствием каждый год приходит на гонку своего имени. Очень с хорошим настроением, чтобы прийти, посмотреть, вспомнить все гонки молодые, когда я бежал в хорошей форме. Приятно посмотреть на всех, как люди готовы сейчас, молодежь, как они занимаются. На них посмотреть, с ними побеседовать, поспрашивать, как они тренируются, что, чего, какие условия создать у них. У нас, конечно, в наших условиях не было таких, как сейчас. Мы все более на энтузиазме работали. Тренировки проводили на таком энтузиазме. А сейчас тренируются и готовятся люди, молодежь. Они все обеспечены, и обеспечены некоторым инвентарем. С таким инвентарем обеспечены, которые я их в те свои годы молодые, я их не видел. По словам Николая Липашова, с такими возможностями, которые сейчас предоставляются спортсменам, он в свое время показал бы еще лучшие результаты. Мне интересно прямо было бы сейчас прокатиться на таком инвентаре в те молодые годы мои. И какой бы был у меня результат, когда я бы выиграл 70 километров, и вторым, и третьим был. И на такой же дистанции, и на такой же форме. Вся форма была бы у меня, пластик, лыжа бы, костюм такой же, как сейчас выступают все. Вот, конечно, я бы, как по моему чувству, как сейчас чувствую, я бы, конечно, на коне был, можно сказать. В мае Николай Николаевич отметит 80-летний юбилей. И легендарный лыжник дает наставление всем, кто хочет достичь в большом спорте олимпийских высот. Я им посоветую готовиться, не самостоятельно некоторые готовятся, а с профессионалом тренера, который может дать им результаты хорошие и хорошую подготовку. А самостоятельно будут тренироваться, конечно, у них ничего не получится. И надо будет не здесь, а куда-то на периферию выезжать с другими лыжниками, которые там сборная России, которые там, сборная этого самого, находятся коллектива. Вот, с ними надо участвовать, которые сильнее, чтобы они вместе с ними занимались, бегали, как мы бегали в сборной Советского Союза. Мы же не сразу побежали так, а варились с ведущими гонщиками, как Паша Колчин, Вячеслав Веденин был, Симасов. Все были чемпионы Олимпиады, призеры Олимпиады были. С ними я все время готовился, и варился, и тренировался. И пошло у нас все, и тренировки пошли, и в соревнованиях участвовал. Вот, все хорошо. А если будет самостоятельно, то только здесь у нас, в Чуприяновке, тренироваться и выступать, результатов не будет. Тем временем на лыжне шла борьба за места на пьедестале почета. В этот раз на трассу вышло две сотни спортсменов со всей области. На дистанции 50 километров участвуют мужчины, основная группа, это считается 19-29 лет. Это основная группа, естественно, они сильнейшие. И вторая группа 31-49 лет. Это впервые мы эту группу ввели в этом году, может быть, особенность марафона в том, что увеличилось количество участников, стартующих на 50 километров. Естественно, у них о награждении будет идти. Далее 30 километров. 30 километров у нас бегут женщины, а также 19-29 лет, 30 и старше. Также мы их выделяем. 30-ти километровую гонку бегут сегодня юноши старшего возраста. Это 1997-1998 годов рождения. Ветераны и атлеты более младшего возраста бежали 15, а совсем юные спортсмены преодолевали дистанцию 5 километров. Надо отметить старания организаторов, которые сумели в непростых погодных условиях мартовской оттепели подготовить отличную трассу, не вызвавшую никаких нареканий. Погода сегодня хорошая, солнечная, но намазаться было трудно. Но нормально так. Трасса легкая была, дистанция маленькая. В этом году победителями марафона стали Ирина Микешина и Андрей Горшнев. Микешина прошла 30 километров за 1 час 29 минут и 15 секунд, а Горшневу удалось покорить 50 километров за 2 часа 20 минут и 23 секунды. Ирина Микешина Продолжение следует...